Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. И в ближайшие несколько минут я вам буду рассказывать об игре Ферия. Это коллекционная карточная игра типа Хардстоуна. И если вы вдруг не в курсе, что это такое вообще коллекционная карточная игра, поясню. Это разновидность настольных и компьютерных игр, где в отличие от традиционных карточных игр, есть специальные карты, схожие с коллекционными. То есть вы собираете собственные колоды, сами индивидуально их себе составляете, они различаются у вас и у ваших соперников в зависимости от того, что вы покупали, что делали. Ну и сама игра заключается в том, что вы воюете этими колодами. Система в разных играх отличается, но вот для компьютерных стандартом неким стало Хардстоун, где вы просто по очереди выкладываете свои карты с соперником и либо атакуете существ соперника, либо его самого. Меня в комментариях часто просили сделать обзор на Хардстоун или записать несколько игр, несколько партий. Но дело в том, что игра эта очень популярна. Есть уже много других видеоблогеров, которые делают видео, неплохо делают. Я думаю, их без проблем можно найти на Ютубе. Зачем множить сущности, как говорится? Я стараюсь вам рассказывать о каких-то оригинальных играх, о которых мало кто рассказывал, мало кто обращал внимание. И вот Эферия одна из таких игр. Я вообще периодически в неё играю уже с апреля, а решил рассказать только сейчас, потому что игра в раннем доступе. Она ещё не опубликована, типа официально не вышла, хотя вы можете совершенно спокойно её купить. И на данный момент она выглядит вполне завершённой. Я думаю, проблемы здесь только есть с балансом колод, карт и так далее. В чём же главная фишка этой игры, которая лично мне очень нравится и заставляет, собственно, в неё играть? Хотя другие карточные игры, например, в Хардстоун, мне не так интересно. В Ферии вы в буквальном смысле строите игровое поле. Благодаря этому игра начинает напоминать шахматы. И появляется не только стратегическая составляющая, но и тактическая, где и какие клетки поставить. То есть у вас изначально есть территория, разбитая на гексы, шестиугольники, заполненная водой. На эти клетки ваши существа не могут встать. Ну, на самом деле, есть существа, которые могут и на клетки эти становиться особенные, но играть с их помощью я не думаю, что будет возможно. И вот ваша задача заполнять клетки с водой. Причём вы свои существа можете призывать только на свои клетки, которые вы поставили. И как будто этого мало, в клеток есть несколько видов. Обычная равнина и четыре особенных. Горы, пустыня, лес и та же вода. И в зависимости от того, сколько у вас этих клеток, вы можете и играть особенные карты. Вы составляете колоду, исходя из типов местности, которые вы будете использовать. Есть существа, которые требуют нескольких видов клеток. При этом в течение своего хода вы можете поставить либо две обычных клетки, либо одну особенную клетку. То есть вместо двух равнин вы можете поставить одну гору. Либо вообще не ставить никакую землю, а взять дополнительную карту или дополнительную ману. И всё это, как я и сказал, действительно открывает дополнительные стратегические и тактические возможности. Я выигрывал несколько игр просто потому, что я более правильно действовал тактически. Возможно, у меня была слабее рука, то есть карты не такие хорошие, как у оппонента. Но у меня получалось обыгрывать людей тактически. Ну и наоборот, конечно, были оппоненты, которым я проигрывал. Причём тактика здесь заключается не только в том, чтобы подобраться к сопернику, но и правильно контролировать бассейны с маной, вот откуда берётся эта мана. И ещё раз повторю, получается, что в игре два компонента. Во-первых, вам надо умно составить свою колоду правильно, чтобы она была сильной. Но кроме этого вам ещё надо ею правильно распорядиться на карте и построить саму эту карту. Тут получается, как в шахматах практически несколько дебютов. Вы можете, например, ломануться прямо к сопернику, построив посередине такой мостик к нему из нескольких равнин за несколько ходов. Либо постепенно захватывать бассейны с маной. Или войти вообще в глухую оборону, обставив вокруг себя защитные существа. В общем, вариантов масса. В плане существ я не скажу, что здесь можно увидеть что-то оригинальное. Если вы играли в тот же Хардстоун или в любую другую карточную игру, вы себе примерно представляете, как оно всё действует. То есть у существ есть параметр нападения и параметр жизни. Если вы нападаете на существо, и ваша атака больше или равна его параметру жизни, то существо будет убито. Ну и, соответственно, у вас тоже отнимется сколько-то жизни в зависимости от атаки существа, на которое вы нападаете. За счёт вот этой тактической составляющей, по-моему, ферия менее рандомна, чем тот же Хардстоун. То есть тут можно вполне играть и с теми картами, которые у вас сразу приходят в руку. Тем более, что тут невозможно сразу атаковать соперникам. Сначала надо построить карту и приблизиться к аватору соперника. Несмотря на то, что игра в раннем доступе, но в неё уже играет очень много людей. Я вот смотрю, даже среди моих друзей 8 человек. Алексей Поляков, тебе привет. А, смотри, у тебя почти 100 часов в неё наиграно. И сейчас, кстати, в неё играет большое комьюнити. Уже я видел много гайдов всяческих. То есть народ, игра зацепила. Хотя, опять же, знает о ней не так уж и много людей. Вот я сейчас смотрю статистику Стима. Купили игру 41,5 тысячи человек. А в среднем онлайн в районе 300 играет. Постоянно. Но этого достаточно. Вы всегда найдёте себе соперника. Среднее время ожидания партии. Минута. Так что с этим проблем нет. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Да, игра платная, в отличие от Хардстоуна. Но для нашего региона, для России цена, как всегда, самая низкая. 200 рублей. В то время как в США она стоит 9 долларов, а в Европе 8 евро. Тем не менее, здесь точно такая же система, как и в Хардстоуне. То есть новые крутые карты, колоды вам надо будет покупать за реальные деньги. И это одна из причин, почему я вот в такие игры сильно не играю. Не люблю я это постоянное вливание денег, чтобы получать хорошие вещи. Я предпочитаю, пускай много, но заплатить сразу и пользоваться. Если я уже готов платить постоянно за что-то, то за какой-то сервис. То есть, например, за серверы. Например, в случае Цивы, если бы Фераксис догадалась создать платные серверы, на которых игры бы не лагали и партии проходили бы без проблем, я бы с удовольствием каждый месяц платил. Но вот коллекционные карточные игры построены на таком принципе. Тем не менее, я периодически в Ферию играю и как-то себя особо обделенным по поводу того, что не покупаю за реальные деньги колоды, не чувствую. С другой стороны, я там и не стремлюсь как-то высоко подняться в рейтинге. Я просто, знаете, как будто партию в шахматы провожу. Кстати, длительность одной партии, ну, если у вас так соперник равный, да, там нету какого-то доминирования конкретного, то в районе 15-20 минут. Понятно, что вы можете покупать дополнительные бустеры, такие пачки карт по 5, по-моему, штук или по 6, и за внутриигровую валюту. Каждый такой бустер стоит 100 золотых, а золотые вы добываете, либо обыгрывая соперников, либо выполняя 3 ежедневных квеста. Причем, по ощущениям, набор вот этих золотых происходит быстрее, чем в Хардстоуне. С другой стороны, игра же в раннем доступе, вполне возможно, что все это будет изменяться, и жадность разработчиков победит здравый смысл. Ну, для сравнения могу сказать, что покупка вообще всех карт внутри игры стоит 50 евро. Тут уже нету различий между регионами, неважно, где вы живете, вот за 50 евро вы реально можете купить сразу всю коллекцию. Поэтому получается, что на данный момент это самая дешевая коллекционная карточная игра, потому что в том же Хардстоуне за 50 евро можно только пачку бустеров купить, но это не будет все равно всей коллекции. Тем не менее, лично мне было бы жалко 50 евро вот в данном случае платить. Ну, мое дело рассказать вам об игре, а как тратить вам ваши деньги решать уже не мне. Особо останавливаться на дизайне, внешнем виде игры, я думаю, не стоит, вы все видите на своих экранах. По-моему, приятный стиль, красиво, но не олиповато. У игры уже есть русская локализация, немножко кривоватая в меню. Например, там есть две кнопки, одна называется «выход», а другая «выйти». И вот догадайся, что какая из них означает. Но для игрового процесса именно внутри партии это неважно. Там все хорошо переведено и все понятно, нету косяков с неправильным переводом карт. Есть несколько режимов игры, конечно, вы можете и с компьютером играть, можно играть на рейтинг. Есть такой режим «Пандора», который, ну, тоже условно платный, потому что вы должны купить монетку, чтобы туда попасть. И там этот режим интересен тем, что вы играете как бы не своей колодой, а при входе вам дадут выбрать 30 карт по очереди, выбирая из пяти. То есть вы 30 раз выбираете из пяти карт. И таким образом соперники несколько сбалансированы. Кроме того, в этом режиме во время партии вы внутри колоды находите типа осколки вот этой самой «Пандоры». И вы и ваш соперник получаете одинаковые либо бонусы, либо штрафы, которые тоже влияют на игру. То есть как бы нас заставляют по-разному действовать. А потом, когда найдены все пять осколков, перестает генерироваться мана, и вы уже должны как бы побыстрее атаковать соперника. В общем, режимов тут тоже достаточно, можно выбирать на свой вкус. Из минусов еще раз отмечу, что, по-моему, игра не до конца сбалансирована. Но об этом нас честно предупреждают разработчики прямо при старте, что игра в раннем доступе, баланс будет изменяться, карты будут меняться. И тем более, что они ждут и отзывов от нас. Мне же кажется, вот Ферия интересной игрой со своей изюминкой. Вот это добавление этого тактического режима, когда вы создаете свою карту. Так что обратите внимание. Ну а вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.